Цены на цитрусовые в Крыму поднялись в полтора-два раза. Мандарины по 100-150 рублей за килограмм, апельсины от 80 до 120, бананы по 90. При этом оккупационные власти призывают крымчан не покупать турецкое. То, что еще осталось на складах и на рынках. В столице полуострова провели целую акцию с призывами отказаться от всего турецкого. Эрдоган, президент Турции, поступил очень неправильно. Этот поступок можно назвать очень грязным. Это удар был в спину, во-первых, кому? России. Пропагандируем, бойкотировать всю турецкую продукцию, всю турецкую литературу. Все, что связано с турецким правительством. Как они к нам относятся, так и мы должны относиться к ним. На симферопольских рынках овощей и фруктов много. Правда, на ценниках теперь пишут, что мандарины из Абхазии – гранаты грузинские. Запасы турецких цитрусовых заканчиваются. Цены растут. Например, те же мандарины, которые теперь по 100-150 рублей, еще неделю назад стоили 60-65 рублей. Это на рынке. В супермаркетах и того больше 220 рублей за килограмм. То есть подорожание почти в 4 раза. От чего-то, наверное, нужно отказаться. Я думаю, что как-то не очень качественные овощи, фрукты. Думаю, наши вкуснее. Чтобы она на апельсины только в Турции. Не знаю, это большая политика. Я тут обсуждать не могу. Потому что я считаю, виноваты оба. Это политика. И это решается на верхнем уровне. Поэтому нам, простым людям, судить очень трудно, сложно. Понимаете, как так можно было? Ведь Турция была союзником России. Была. Что теперь будет, это только на высшем уровне будут решать люди. Кроме подорожания цитрусовых, можно отметить и закрытие турецкого бизнеса на полуострове. Так, в Симферополе уже закрылись два больших супермаркета «Шен», продававшие кухонное оборудование, посуду и мебель. В самой компании начались проверки. Столь активное внимание к предприятию со стороны контролирующих структур сотрудники компании связывают с российской политикой в отношении Турции. Ранее оккупационные власти заявили, что все инвестиционные контракты с Турцией будут расторгнуты, а ввоз продукции на полуостров запрещен. Напомним, дата закрытия российских границ для турецких товаров – 1 января 2016 года.